Продолжение следует... Продолжение следует... Вот для этого написан Талмуд. У нас называется толкование святых отцов и канона. Мы впереди-то себя имеем какой-то опыт. А обязательно ли это нужно? Ты можешь не рассуждать. Тысячелетие за нами. И кто отступал от этого, те терпели поражение самое первое. Чти день субботний. Толкования-то нет никакого. Как вот чтить? Лечь на боку лежать? И церковь выработала правила. Что можно сделать? Сколько шагов можно сделать? Субботний путь написано. Субботний путь. Количество метров. 195 метров. Все на этом. 196-й уже под законом-то. И люди стали делать так. Комментарии писать. Не торопитесь, дождь небольшой. Это хорошо написано в книге Неемии и книге Ездры. Он видел, что люди в субботу приходят и торгуют. Я же не работаю, я на базар поехал. Сливки сдать там или что-то еще такое. Я бил их и рвал им волосы. И сказал, запереть ворота, чтобы ни один не был здесь. Они тогда приходили в Пятницу. Перед воротами с той стороны. И ждали, как только откроют, они первые рвинулись. Лучшие места, комки все открывают. Я, говорит, узнал про это. И прекратилась эта зараза. Притом он применял самые крутые меры. Рвал волосы и бил написано. Бил князей, начальствующих, депутатов, губернаторов. У него власть была от императора. У нас потеряется так же самая ситуация. Написано, скотина не должна бродить. Что толковать-то? Ну у меня сена нет, я отпустил, а у него сена много. Барабаш всех прокормят. Ну и что, это нарушение или не нарушение? Так у нас впереди заповедь, Боже, не пожелай. Не пожелай жены чужого. Но я не желал, она сама пришла, обняла. Я обернулся, она лежит рядом. Я не желал ее. Толкований никаких. Смысл один, не пожелай поля. Поле это не трава. Все, что на поле есть. Огород. У нас было так, у Виталия Устинова выскочили две свиньи. Ну куда свинья должна пойти-то? Ну где-то дома. А они прямой наводкой в наш огородчик пробежали все пространство и посадили в морковку. Все, взрыли и убежали обратно. Для этого есть комиссия деревенская. Пошли, Виталий, заплатить за две грядки. То он не стал спорить. Это твоя задача, чтобы сделать деревянный пол. У нас ведь не так сегодня. Вы знаете, фермер у нас один. Игорь Александрович Барабаш. Хороший урожай не мещается. Он день и ночь пропадает здесь. Выставил. Идут священники. Вот, 17-го, позавчера было. Батюшкиные овечки толкутся на зерне. Я подошел, батюшка. Ты нарушаешь заповедь. Десятая заповедь. Не пожелай поля чужого. Ну, ладно, подошел отогнать. Ему неудобно. Я ему делал замещание раньше. Авторитетов не может быть перед Писанием. Это не закон Моисеев. Это заповедь Божья. Пушкин говорит, все понимаю. Все я выполню. Пушкин говорит, одного не могу. Не пожелай рабы чужого. Вот этого не могу никак. И все. 113 любовь из Пушкина. Это означает, виновный в одном, виновен во всем. Рабыня погубила весь твой труд. Да мы с Игорем договорились. О чем вы договорились? Замазать грех. Как вы договаривались, я не испытываю. Это нарушение. Не договариваться никогда. Ты знаешь, где у меня Люба здесь? Вот она больная. Я ее жущил сколько за гусей. В твое поле рядом, они ходят, стригут колосья. Загороди их. Или не держи. Или покали. Но заплатить ты уже обязанно. Люба, такой разговор был. Она знает. У нас с ней прекрасные отношения. Нарушена заповедь. Заповедь нарушенная. Падает на весе, на все общество. Один согрешил Ахан. Было сказано все уничтожить. Он посмотрел одежды прекрасные, блестящие. Слиток золотом домой. И в шатре. Около столба центрального закопал. Завтра война. Ни один, ни раненый. Вдруг 32 мертвые. 32 вдовы. 32 семья сироты растут теперь. И вы знаете, он заперся-то как. У него комментарий в душе был. Нет? Я не брал. Тогда Господь сказал, веди их по коленам. Колено вышло. Одно. Ну, колено это колено. 200 тысяч, 300 тысяч. Везти по племенам. По семьям. Молчит. По одному. И, наконец-то, Ахан сын Зары. Прославь Бога. Нашли, наконец-то. Ты, Бога, прославь. Тебя мы нашли. Теперь рассказывай, сын мой, что ты сделал. Я вот пошел в то время, когда убивал хозяина. А там у него нашел хорошее. Так, юноши, бегите. Побежали, раскопали, принесли. Вот эти трупы, 32. Это на тебе лежит. Итак, ты жена знала про это? Ну, в шатре было. Ты же видела. Ты же видела. Почему ты его не побудила не делать этого? Дети, а вы это видели? Ну, вот. Видели. Предать всех смерти. Скотина не видела смерти. Шатер. Все, сжечь, чтобы духа не было. Вот ведь какой закон-то. А нам кажется, я замажу, я договорюсь. Не договоришься. Нельзя договориться. У нас написано, горючие смазочные материалы. Не лить на землю. Ну, а я вам привезу песок, пемзу. Он хорошо впитывает. Тогда можно лить. Нет этого. Нет. Не портить плугом землю. У нас бульдозер шел, это гусеницы, оставили следы. На велосипедии идешь, как по стиральной доске. Но это не порча дороги. Что где-то сделали, мы постарались выправить. У нас нельзя было. Это техника, 317 тонн. Игорь, я очень тебя прошу. Если какой договор в расторге, он незаконный. Я сегодня пришел пораньше. Я все заснял. Зашел туда ночью, батюшкиным овечкам. Что там делать в складе? До самого верха они скопытили все. А скотина, это ягненок. Он оправляется и все. Это пакость уже для людей, которые покупать это зерно будут. Я говорю, не то. Вот этот вот большой город, это не одна тонна. Весь ископыщенный. И они, сколько они сдвинули с этого полотна. Посмотри с этой стороны. Там не один сентер. С той, с трех сторон зерно. Они прыгают, играют, это козлята. Там всего только две доски протянуть. Он двумя досками. Почему он их не сдает? Моя выгода дороже. Или сказано, что священник, если нарушает, то ему ничего не будет. Наоборот, строже. Если выдали замуж, а девица, не девица оказалась, брачная ночь покажет. Ее привезти к дому отца и возле дома убить. А если это дочь священника, привезти к дому отца и сжечь живьем. Ян Затаус говорит, тем строже наказание, чем выше должность. Мы сегодня это слышали. Это другая его проповедь. Поэтому спрос здесь другой. Заплатить это одно, второе, чтобы этого не было. Даете пример. Начальствующим позволяется. А кто ты такой? Юпитер и бык. Что сравнивать-то? Я говорю, по делу нет? Глужков. Ты знаешь, в чем были мы виновны. Мы все здесь виновны. Это нужно крепко держать. Вы знаете, прошлая неделя вот эта, она нам кое-что тут приоткрыла. К нам хотели тут поселиться. Приезжала женщина, знаем ее. У нее шестеро ребятишек. Прошли, показали для жилья на зиму, чтобы она вошла без мужа. Ну нет жилья такого. Мы провели в каждый дом, который Володин, Никитин. Сюда я завел, к Надежде Васильевне. Так, хоть сегодня примем. Ну куда? Значит, речь идет о том, чтобы ее спонсируют. Построить. Но строить кто-то должен наблюдать, заводить, копать. Так не бывает, что деньги бросили, сейчас привезут и все начнут сами строить. Не бывает. Везде существует мастер-прораб, который показывает колышки, разбивает их где. Ну кто знает где. Этого нету пока, недоговоренность. Деньги это хорошее дело, когда оно на благое. Но не все. И она на зиму остается там. Тем более больной ребенок. Через 2-3 месяца она должна в кардиологию возить туда. Кто повезет ее на снегоходе? Младенец. Грудной ребенок. А она молилась и уже 2 года только об одном. Только сюда. Ей все помогали. И они те люди, которые помогали против нас. Там Дмитрия Ростовского. Патриаршие все. Я говорю, ты держись за них крепше. Люди помогали. Ты лежала с девочкой в больнице. Делали операцию за операцией. На сердце родилась. Держись их. А они против нас стараются. Но это их дело. Они за себя ответят, а мы за себя. Держись их. За то, что дети были в лагере, они сказали, помогать не будем. Девочку воскресную школу не примем. Вот они через край хватили. Один звонок, и девочка уже ходит там. Но мы не должны на это реагировать. Мы должны добро вычленить из всего, что вокруг нас. Добро на первом месте. А не так. Так. Сегодня они против, а к вечеру они уже меняют свое мнение. Приехали, посмотрели, а нам говорили. Наплевать да забыть говорили. Давайте жить. Новая страница открывается с сегодняшнего дня. Матюшка, я по делу говорю. Да. Чтобы Господь старое все непостоянно метелил. Вот я сегодня думаю записать ролик о Дворкине. Главный сектовед. 20 лет отравлял страну. 20 лет ссорил православие со всеми религиями. 20 лет помутнение народа наступило. Везде секта, секта, секта. Он главный сектовед. А такой специальности нет. Оказался не профессор, а шарлатан. Специально прошел курсы отравления людей в Израиле, а потом в Америке, потом заслали его сюда. А я его с первого раза только увидел. Пару слов усушил, сказал чужой человек. 20 лет на него опирались, травили. Сейчас весь интернет против него взорвало. И профессора, и академики, и общество, и за рубежом, и везде. Конец его пришел. А им хвалились, он одобрил где-то. Мы должны смотреть в слово Божие. Ты не понимаешь? Ну спроси того, кто знает. А кто знает? Ян Златоуст, Василий Великий, Григорий Богослов. Мы же православные. На этой неделе, на прошлой, вот прошедшей, Игорь нам все же достал трубы. Вчера поставили метр. Ну бандажа не хватает, на три метра. Володя, где Калашников бывший. Алексей Загуляев. Что-то я его потерял, сделал. Я здесь. Ага. По милости Божьей, он нам купил коробки. На улице, говорят, везде ставят. Я правильно понял? Счетчики на улице ставят теперь. И счетчики, и кабель купил. Все, сделали. Может, что-то не доплатил я там, нет? Ну ты мне должен сказать. Сколько сказал, я отдал. Значит, у нас на этой неделе Как-то сдвиг произошел немного. Помолитесь, что было есть. Мы подняли этот вопрос. Он фантастический. Чтобы нашелся человек, Для которого миллион, не деньги. И чтобы он выделил несколько миллионов, Купить хороший комбайн. Полесьте для Игоря Александровича. Нашелся сразу человек. И выделил, правда, не миллион, А несколько тысяч сразу скинули. Бог силен это сделать. Не надо нас смотреть, что невыносимое, невыполнимое. А выполнимое, что земля никуда не улетает, А в космосе вокруг идет. Все невыполнимо. Помолитесь об этом. И чтобы Господь дал ему хороший комбайн. Я не могу смотреть. У меня внутри аж слезы закипают. Как он мучается. Комбайн вывел только. Отремонтировали. Мотор снимали. Так и стоит. Я не знаю, привезли его, нет. Так или нет, на поле караулит стоит. На другом делает. Ну, это же не просто в карман деньги положить. А через это увеличивается у людей что-то. Нас Бог благословил, картошку все-таки выкопали. Сказать, что у нас есть. Были люди. Вот они говорят, а почему не было митрополита? Батюшка отвечал, его вызвали в Москву. У нас престольный праздник 16, а его 15-го уже в Москве. Он вылетел 15-го. Ясное дело, что он послал людей. Эта сторона, где поставили нового епископа, полностью заблокирована. Ни сюда, ни туда. И в интернете. Что мы не входим с ним в общение. Батюшка послал новому епископу. Боюсь даже называть его. Несколько приглашений. Ответ пришел хороший. Хороший ответ, что мог бы, да не могу. Но священникам-то запретил. Кто поедет, шило в одно место. И никого нету. Ни мамонтовского, никого нету. Помолите, чтобы Бог умягчил сердце. Он нас не видел, ни разу не приехал. Батюшка во все время приглашает. Потому что Барнаульская епархия, она метрополия теперь. И разбили на три части. Мы попали в ту часть, где он находится. Епископ новый. Епископ, который натравленный. Я знаю, откуда я говорил впереди. Кто травил всех людей. У него ни одного обвинения нету. Ничего нету. Ну, священников вызвал, наказал, чтобы здесь никого не было. Но Бог силен изменить его настроение. Помолиться о нем. Вы знаете, без меня, как его зовут. Лена, дай объявление, пожалуйста. В час в школе занятия. Вы знаете, что у нас открыты большие ресурсы. В интернете мы выставляем. Многие люди нас находят. Помолитесь, чтобы эта работа в действительности была как надо. Мы стараемся уже ничего не задевать. 10 октября уезжаем и все на скайп. Выйти, выйти, беседовать. Я говорю, здесь очень трудно не могут. Чтобы как-то Бог это устроил. У нас что-то, я не вижу, где Никита-то. Вот он, приболел он. Корова потерялась. Он за ней бегал, пропотел. Искал. Я не знаю, то ли напился ли еще. Видишь, какой кислый. А то пастуха лишитесь. По-телевски. Усильте молитву. Поднимайте. Чтобы Господь дал ему силы бегать. Он очень быстро бегает. У нас самые быстрые здесь Алабай и Никита. Ему отлежаться надо. Ну вот и все. Больничный ему. Больничный ему выпишите на день. Никита плохо выглядит. Чтобы отлежался, чтобы. Что-то болезненно выглядит. Ну не знаю. Как выпишите. Никого нет. Я вот пришел показать. Ходит скотина непривязанная. Вон как далеко все. Это пшеница. Урожай неплохой. И вот все здесь ископыщено. Это я уже на складе у Игоря нахожусь. Это нарушение десятой заповеди. Непожелая чужого поля. Поле это означает и того, что на поле. Не землю. Речь идет не о траве. Вот оно где. Все буквально ископыщено. А что это такое? Овечки. Коровы. Курицы и гуси это птицы. И то как-то можно тут и закрывать. Или что. Столько пропадает. Это машина. Бывшего фермера. Он еще и прекратил. Фермерство. Туров. Продал Игорю машину. Это зерно-ощистительное. Я иду мимо храма. И опять же об этом говорить. Сразу будет недовольство. Недовольство, что с того сейчас скотина. Потому что за ней надо смотреть. Вот они покупают то, что это материал. Она по ним ходит. Скотина. Вот она. Ту-батюшкина здесь говорит. Договоренность какая. Вот они рассыпали. Она ровно была. А сейчас вот куда она пошла. Из травы ее не выбрать. Здесь не почищено. Все буквально ископыщено. Со всех сторон. Разбросано. Вот она где идет. На это вопрос. А тебе это надо. Вот видишь как. Ну со всех фактически сторон. Вот она идет. Пропащая пшеница. И уже не взять. Все. Кроме того, она копытами наступает на этот материал. От дождя. От сырости. И дырявит ее. Ну копыта. А там любой сущок и все. Вот как много здесь. Мимо в траве. Высокая трава. Вот. Если не касаться ничего этого. Ну действительно. А какое тебе дело. Вот они. Видно, что следы до самого верха идут. Но высота тут больше метра. Это бурт. Многотонный. Вот я даже сейчас пройду. Чтобы показать. Примерно. Бурт этот сколько. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Получается шесть. Шесть. И ширина его. Раз, два, три, четыре. Шесть и четыре. Двадцать четыре квадратных метра. Двадцать четыре квадратных метра. Ну еще прибежала. Кошка, это за ней. От нее такая польза. Она мышей ловит везде. Это вот батюшкино беспривязное хозяйство. Везде они, кошки, лазят. Он их не отдает почему-то пасти. Здесь держит. Это неправильно, что внизу доску прибить. Две доски только. И тут бы она по пшенисе уже не блуждала, скотина. А там, гляжусь, съездил, посмотрел, что такое сегодня мешки. Овес просыпанный. Собирает, как правило, тут матушка. Она рядом. Хорошее дело делает, чтобы не пропадало. Вот они маленькие. Совсем маленькие. Видать, двойняшки. Вот они ходят везде совершенно беспривязные. А в Ставе написано, у нас в деревенском, чтобы скотина без привязи не была. Нарушение. Ну что, тут авторитетом священника прикрыть нарушение заповеди нельзя. А я мог не говорить это. Мог не говорить, но я говорю об этом. Потому что нельзя это. Вот Степа приехал. Вот он, храм. Показать, какие тут растут цветы. А то скоро не будет. Нынче удивительная осень. Вот сегодня у нас 18 сентября 2016 года. Вот. Здесь с этой стороны церковь. А с той стороны школа. Церковь, это храм имеется в виду. Посмотрим, давай. Снимем. Вот. Идут прихожане. Видите, какой они. Добрый день. Доброе утро. Доброе утро. Мир нам. Добрый день. Это мы пошли. Какие удивительные цветы. Здесь был вход. В храм был вход здесь. Ну вот. Его сделали теперь окно. Вход с другой стороны. А вот святые. Ух, сколько их тут. Вот они где святые. Давай-ка посмотрим все. Как это выглядит на фоне церкви. Храма. Ну, это уже осень глубокая почти что. Мало что остается. О, Володя. Прикатил. Слава Христу. Доброе. Добрый день. Вот, а что вы ко мне не приходили, когда цветы красивые фотографировать? А я приходил. Когда? Ну, когда, когда приходил. Не вижу, не знаю. Ну. А что, сейчас не цветут разве? Цветут. Сфотографировали, когда у меня отмозка была сломана вся. Ну, маленький-то еще, я говорю, маленький-то заборщик-то там нарушишь. А, это тогда плохо все было. Виталий когда был, я сколько раз заходил, фотографировал. И цветы? Да, конечно. Неужели отдельно? О, доброе утро. Доброе утро. Вот и идут люди. Храм сегодня на молитву. Игорь Барабаш, дочери Марии. Доброе утро. Доброе утро. Не забудьте меня бандаж привести. Да. На трубу. Лена с Алексеем. С Никитой. Сам Игорь. Доброе утро. Показать. И вот. Завучно закончил аграрный, это университет. Это Игорь. Он с семеро детей, говорит, монах Глушков живет. Здорово. Доброе утро. Доброе утро. Слава Христу. Ладно, надо идти. Видишь, чего я начал. Мне касается это. Вот он, будь как. Видно, от храма выходишь. В каком распорядке тут батюшкин дом. Там еще подходит. Вот такое обыкновенное воскресное утро. Батюшка держит овечек, а я голубей. Он священник, ему колоть нельзя. Обделывать можно. Есть можно. Вот такое правило. А на меня правил никаких нет. Я могу сам их колоть и отдавать Никите. Я их не ем. Излишки. О, тереньки идут с Анфисой. Доброе утро. Это наши прихожане. Знаете, какое одеяние. Как одеты все. Ни одного безбородования. Вот совершенно я не согласен, что скотина ходит из копытили сколько. Смотри, все разбросано, как далеко. Что, это правильно? Это посигновение на десятую заповедь, Игорь. Я сказал батюшке, а у нас договоренность с Игорем. Какая договоренность? Сгубить зерно? С чего ради не застать, овечек бродит-то? Нарушение у нас устава. Без привязи не должно быть. Две доски прибить. Сколько они погубили. А у нас скотина, она и мощится, и все. Да мало того, это прорвать можно. Там, смотри, как высоко-то зашли они. Им делать там нечего совершенно. Я вмешиваюсь в это дело, теряю добрые отношения с вами. Но по-другому никак нельзя. Убрали готовый урожай, а скотина на нем топчется, как муха на варенье. Зачем? Я батюшке сказал об этом, при священниках. Нарушение десятой заповеди, десятисловие. Я тебе, который ты купил, наверное, пять экземпляров закажу, полных трупов, если будет возможность. А то приезжать будут люди, доброе утро. Мучаются, нет у них ничего. Как приедут, так возьмем. Не надо заранее брать. Не надо? Не надо. Ну ладно. Это не 25 лет назад. Бандаж, купи мне этот. Ты разбери с батюшкой. Чтобы... Так, сколько? Сейчас одна минута. Одна минута осталась.